Я с большим удовольствием представлю работу коллектива библиотеки имени Горького, которому доверено работать, активно работать на площадках форума, на главной его площадке в течение трех дней, 16, 17, 18 августа. Именно в рамках открытия, публичного открытия форума на Лыбинском бульваре, вместе с этим открытием состоится открытие посольств древних городов. Как вы уже все знаете, к нам в Рязайн приехали представители 48 субъектов России и древних городов мира. И нашему коллективу было поручено представить на площадках посольств эти города. Я хотела бы сказать, что за три дня на площадках форума будет работать 180 человек, 190 мероприятий, каждая из которых подготовлена профессионально, с любовью, творчески. Я хотела бы пригласить представителей средств массовой информации, всех жителей города Рязани и области, гостей, детей и взрослых на эти замечательные проекты, которые будут организованы для того, чтобы мы, жители Рязани и области, познакомились с историей, культурой, традициями, архитектурой древних городов России и мира. Мы предлагаем это сделать активно, творчески, включаясь в различного рода игры, квесты, интеллектуальные викторины. Мы предложим всем желающим познакомиться с языками народов некоторых стран и государств. Мы предложим детям и молодежи поучаствовать в создании гербов, флагов этих государств, выполнить так полюбившиеся нашему молодому поколению составление пазлов, угадывание кроссвордов, пословиц и так далее. Я хотела бы подчеркнуть, что в течение всех этих трех дней на Лыбинском бульваре, на посольских площадях, вот на этой общей площади, и у каждого посольства будет царить атмосфера творчества, позволяющая молодым людям расширить свои представления, интеллектуальные, провести интеллектуальную тренировку и кому-то, может быть, подготовиться к путешествиям в эти древние города, узнать об особенностях архитектуры, особенностях и красотах исторических центров, как городов России, так и мира. И я хотела бы сказать и поблагодарить вас за вопрос о том, как работали наши сотрудники, какая работа была проведена. Так я вот хочу сказать всем тем, кто будет об этом это слышать, что работа велась в течение полугода. Мы сами изучили историю, культуру, традиции, архитектуру, памятники, восстановили свои представления о выдающихся людях этих городов и государствах. И я могу сказать, что подготовлено огромное количество раздаточного материала, тканей. Мы проведем мастер-классы по изготовлению различных кукол. Мы познакомимся с животным миром этих городов и территорий. И ребята, дети, молодежь могут многое изготовить своими руками. Переходя посольство в посольство, каждый желающий может не просто поучаствовать, но и получить определенный знак признания своих заслуг. Мы подготовили вот такую посольскую грамоту, которая будет вручаться каждому на том или ином мастер-классе, викторине, игре интеллектуальной, или получит эту грамоту за чтение вслух того или иного произведения. И затем те, кто больше всего наберет вот этих красивых посольских грамот, на заключительном событии по случаю закрытия уже посольства 18-го числа, в 17 часов получит призы от организаторов этого проекта. Продолжение следует...